Никольскому храму в Ряжске 115 лет. Много повидал он на своем более чем векух. Была здесь после Октябрьской революции фабрично-звотская семилетка, железнодорожные школы, мастерские. Вновь церковь стала действующей как раз на свое столетие, в 1998. Так что все бывало, но вот злодейского убийства в своих стенах Никольский храм не видел до этого года. 2 апреля утром в иконной лавке храма было найдено тело 65-летней продавщицы. Позже эксперты дали заключение, женщину зарезали. В лавке недосчитались нескольких золотых цепочек, крестиков, исчезла и кружка с пожертвованиями прихожан. Расследование убийства проходило экстенсивно, проще говоря, прочесывали Ряжск частым гребнем. Искали возможного преступника, искали свидетелей, искали людей, которые могли хотя бы что-то видеть в день преступления. Сыщики выяснили, что у храма тогда стояло несколько автомобилей, нашли владельцев, у двоих были установлены авторегистраторы. Вот эта запись привлекла внимание оперативников. Молодой человек стоит на обочине, явно намереваясь побыстрее уехать. Начались новые многочисленные опросы граждан. Наконец, одна из местных жительниц узнала парня, она частенько видела его на вокзале. Нашли людей, которые знали имя подозрительного человека. Оказалось, что за два дня до убийства он нанимался чистить снег во дворе Никольского храма. Дали делать техники и времени. Полицейские выяснили, что это 29-летний уроженец Новосибирской области, и уехал он в Тамбов. В Тамбове ночью 7 апреля его и взяли. Я раз приехал, пришел туда, в церковь зашел, чтобы там, ну, немного заработать. Заработал первый день, там, снег убрал, заработал около 300. Ну, небольшой соблазн появился там вот на это золото, которое видел церковь. И вот решил, вот, как он заграбить его. И вот 2 апреля приехал, постучался в дверь, ну, позвонил. Это бабушка открыла мне. Вот, часть золота я в Рязани сдал. И ехал обратно. А часть золота в Тамбове сдал. Сейчас подозреваемый арестован. Расследование обстоятельств дела продолжается. Уже. Спасибо. Продолжение следует...